30 января в школах республики начнется прием документов от родителей будущих первоклассников. В Чебоксарах, по предварительным данным, в первый класс в сентябре 2016 года пойдут около 6 тысяч детей. Это больше, чем в предыдущем. И неудивительно, год рождения нынешних первоклассников приходится на так называемый бэби-бум. 30 января принимать заявление в школах начнут от семьи из своего микрорайона. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявления начнется с 1 июля на оставшиеся свободные места. Три школы в этом году будут участвовать в эксперименте. В 19, 20 и 45 открытая электронная запись. Если эксперимент удастся, то в следующем году он распространится на все учебные заведения. Проектные мощности школ города Чебоксары справляются с запросом. И все дети будут приняты в учебные кабинеты в школу. Следует отметить, что накануне записи в первые классы мы уже второй год будем проводить так называемый день открытых дверей. В управлении образования составили новые списки домов и улиц, прикрепленных к определенной школе. Переиспределение коснулось семи школ. Школа номер 55, гимназия номер 46 и школа номер 43 между собой перераспределили дома, потому что здесь произошло открытие первых классов в гимназии номер 46. Также перераспределение коснулось школы номер 28, 50, 54, 56 и 59. Закрепили за школами и новые микрорайоны. Особое внимание в этом году уделили учебным заведениям, которые пользуются особым интересом у родителей и будущих первоклассников. Одной из серьезных проблем ежегодно становится прием первоклассников в Чебоксарскую начальную школу номер 1. По предварительным данным, право на поступление в эту школу имеет около 200 детей. В основном здании могут разместиться только 4 первых класса, а это в среднем 120 человек. Для того, чтобы решить этот вопрос, по примеру, 2014 года, когда начальная школа номер 1 открыла, скажем так, филиал в школе номер 11, и первые классы пошли туда, в этом году мы идем по этому же пути. Предварительно рассматривается возможность открытия учебных кабинетов для начальной школы номер 1 на базе помещения Дворца детского и юношеского творчества. Следует отметить, что данное, так скажем, предложение сейчас рассматривается, но считаем его очень интересным, потому что федеральный государственный образовательный стандарт начального образования как раз и требует синтеза, симбиоза, скажем так, начального образования и дополнительного образования. Сейчас похожее решение ищут и для того, чтобы разгрузить 59-ю школу. Дмитрий Захаров подчеркнул, что в школах столицы республики созданы все условия, чтобы все 6 тысяч детей осенью пошли в первый класс. 23 января во всех учебных заведениях пройдут Дни открытых дверей и родители смогут познакомиться с возможностями каждой школы. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.